Всем привет! Приближается самый волшебный и долгожданный праздник – Новый год. Нужно заранее к нему подготовиться. Ведь не хочется за пару часов вспоминать, что что-то не приготовили. Я для вас сегодня приготовила очень интересный мастер-класс по изготовлению фетровых игрушек. Их можно подарить родным и близким, украсить комнату или рабочий стол. Запасайтесь фетром, давайте начинать! Отмеряем циркулем расстояние 3 сантиметра и чертим два кружочка на фетре. Своей шарики вы можете сделать любого размера. Вырезаем наши кружочки. Теперь от руки или под линеечку чертим рисунок, который будем вышивать на шарики. Я захотела вышить снежинку. Начинаем вышивать наш рисунок. Я использую обычную нить, но также подойдет нитка для вязки. Чтобы снежиночка не казалась тоненькой, я решила продублировать швы. Теперь соединяем две заготовки и с помощью петельного шва обрабатываем наш край. Подробно, как сделать петельный шов, я уже показывала в своем мастер-классе. Ссылочка на мастер-класс будет в описании к видео. Нужно зашить только две трети части нашей заготовки. Вся красота петельного шва заключается в том, чтобы расстояние между стежками было одинаковое. Теперь сделаем петелечку, на которую будем крепить наш шарик. Я ее сделала из узкой паршевой ленты. Заполняем шарик холофайбером или ватой, после чего зашиваем петельным швом. Я очень давно планировала сделать свои новогодние украшения в одной цветовой гамме. Для своего декора я выбрала три цвета – красный, белый и золотой. Буду делать все украшения в такой цветовой гамме. Теперь самое приятное – украшаем наш шарик чем только захотите. Я использовала кружевный цветочек и маленькие полубусины. Мне нравится, как смотрится кружево в новогодних украшениях. В своих украшениях я буду его применять. Вот и готов наш праздничный шарик. Такие фетровые игрушки можно сделать любой формы и в любой цветовой гамме. Своими игрушками я планирую украсить рабочий стол. Украшать мы будем в декабре вместе. Большое спасибо за просмотр. В субботу жду вас на новогоднем мастер-классе. Приходите, будем готовиться вместе. Увидимся скоро. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!